Всем привет! Меня зовут Оля Мегорская, я руководитель Яндекс.Толаки, и сегодня мы поговорим о том, как разметка данных на большом масштабе становится одной из ключевых экспертиз в современном ML-производстве. На самом деле ирония заключается в том, что о какой бы области применения искусственного интеллекта мы ни говорили, будь то поиск, компьютерное зрение, речевые технологии. Всем им требуются размеченные человеком данные для обучения и для оценки качества полученных алгоритмов. И данные эти требуются в очень большом объеме. Можно рассмотреть простой классический пример того, как готовится формула ранжирования результатов поиска. У нас есть какой-то обучающий датасет, и команда инженеров подготовила несколько вариантов новой формулы ранжирования, которая должна в перспективе заменить текущую продакшн-версию. Первым делом нам нужно оценить качество текущего продакшена и понимать, с каким качеством работает текущий алгоритм поиска. Дальше каждую из новых придуманных версий нужно сначала оценить в оффлайне, понять, насколько она хороша или плоха по сравнению с текущим продакшеном. После этого те варианты, которые выиграли у текущего продакшена, отправляются на онлайн-оценку. С помощью АБ-тестов проверяется их качество уже на восприятии пользователей. И после этого та формула, которая последовательно выигрывает и по оффлайну, и по онлайну, становится новой продакшен-формулой, которая в базовом виде доступна всем пользователям. И даже если мы грубо посчитаем количество блоков в этой схеме, которые завязаны на людей, можно увидеть, что и для сбора обучающих данных, и для оффлайн-оценки качества каждой из формул, и сравнение ее с текущим продакшеном, нам везде нужны человеческие оценки. Поэтому даже если мы грубо посчитаем количество блоков в этом производственном цикле, мы увидим, что 50% всего производства такого сложного ML-продукта, как поезд, зависит от размеченных человеком данных. А теперь представьте, что у вас есть конвейер по производству какого-то сложного продукта, и у вашего конкурента. И ваш конкурент, в отличие от вас, имеет неограниченный доступ к размеченным людьми данным, он может сколько угодно доливать новые данные в обучающий пул, он может сколько угодно часто релизить новые формулы и оценивать их качество. В этом смысле, даже если одинаковые и сопоставимые по уровню квалификации инженеры работают над вашим и над конкурентным продуктом, конкурентное преимущество получает именно тот продукт, который может себе позволить гораздо быстрее дообучать новые формулы и принимать их в продакшен. По сути, мы говорим, что современная AI-индустрия держится на трех китах. Это алгоритмы, это вычислительные мощности и размеченные данные. И сейчас мы наблюдаем такой интересный момент в развитии индустрии, что первые два из этих направлений уже, по сути, стали commodities. Они в равной степени доступны всем компаниям, которые занимаются своими решениями. И преимущество в этой ситуации получает именно тот, кто научился выстраивать масштабируемые пайплайны разметки данных с помощью людей. И здесь мы приходим к теме нашего доклада, к истории про краудсорсинг. Мы в Яндексе уже больше 10 лет занимаемся сбором и разметкой обучающих данных для всех проектов машинного обучения. Мы прошли через самые разные стадии и пробовали очень много разных способов организации этого процесса. И мы убеждены, что самым эффективным способом является краудсорсинг. Когда мы говорим о краудсорсинге, мы обычно подразумеваем под этим такой способ организации бизнес-процесса, когда мы берем какую-то большую высокоуровневую задачу, разделяем ее на мельчайшие кванты, маленькие частички, и отправляем все эти частички отдельно в облако исполнителей. Каждый отдельный исполнитель должен сделать минимальное усилие для того, чтобы выполнить свой квант работы. Но их усилия, собранные вместе, в итоге агрегируются в высокоуровневый результат, который дает решение нашей исходной задачи. По сути, это такой принципиальный сдвиг парадигмы в организации производственного процесса, когда мы говорим, что результат должен зависеть от качества самого процесса, а не от экспертизы конкретного исполнителя. У этого есть такой классический и привычный всем, на самом деле, антипод, то, что мы условно называем экспертным подходом. Когда у вас есть какой-то исполнитель, который, может быть, имеет очень большую экспертизу в решении конкретной задачи, и мы для того, чтобы получить качественный результат, можем никак не париться в отношении того, насколько хорошо у нас выстроен бизнес-процесс, он может быть сколь угодно запутанным и нечетким. Но мы получаем хороший результат за счет того, что конкретно этот исполнитель у нас очень хорошо работает и очень высоко квалифицирован. Это отлично работает ровно до того момента, когда нам нужно начинать масштабироваться. И в этот момент возникает весь спектр проблем, связанных с масштабированием. Мы понимаем, что найти сопоставимого по квалификации человека сложно, это требует много времени, это дорого. По сути, мы зачастую оказываемся в ситуации, когда мы не знаем на самом деле, с каким качеством выполняет работу тот или иной исполнитель, потому что никаких процессов контроля качества в такой вот неформализованный, нечеткий процесс не заложено. И вся эта история совершенно не может масштабироваться. В противовес этому мы предлагаем и всегда внедряем в своей практике то, что мы называем краудсорсинговым подходом. Когда вот этот вот сложный и неформализованный процесс сначала распрямляется, формализуется, разделяется на отдельные части. Некоторые из этих частей могут быть автоматизированы, некоторые существенно упрощены, и в итоге мы получаем такую ситуацию, в которой какие-то из этих задач могут решить не только уникальные, отобранные и десятилетиями воспитываемые эксперты, а на самом деле гораздо большее количество людей. При таком подходе мы получаем процесс, который измерим на каждом этапе, полностью управляем, потому что тот или иной блок в этом процессе мы можем заменять, автоматизировать, добавлять на него контроль и качество и так далее. И такая история очень легко масштабируется. По сути, вопрос масштабирования в этом случае сводится к вопросу того, какое количество денег мы можем инвестировать на вход в этот процесс. Здесь возникает следующая проблема, связанная с тем, откуда найти такое количество исполнителей, чтобы они могли бесконечно масштабировать наш такой выстроенный, стройный, хорошо формализованный процесс. И здесь как раз на помощь приходит открытая платформа, такая как Талака, на которой любой желающий может зарегистрироваться и как исполнитель, и как заказчик, и благодаря большому количеству заказчиков для любого количества исполнителей в каждый момент времени у нас есть достаточное количество заданий. Талака за период своей истории, уже скоро будем отмечать 6 лет нашей платформе, планомерно росла и развивалась именно как открытый маркетплейс, в котором у нас постоянно росло и число активных проектов, доступных исполнителям, и число активных исполнителей, которые приходят и выполняют эти проекты. И, по сути, мы прошлый год закончили с больше, чем двумя миллионами талокеров, которые выполнили хотя бы одно задание на нашей платформе, и в этом году мы ожидаем еще существенный рост по сравнению с прошлым годом. На самом деле, за время своего существования Талака прожила несколько стадий. Мы начинали как инфраструктурная команда, которая решала задачи именно для поиска. После этого мы превратились в инфраструктуру для всего Яндекса и обеспечиваем все продукты Яндекса любой необходимой разметкой, размеченными данными. И сейчас Талака уже превратилась в универсальный инструмент и инфраструктуру для всей AI-отрасли, не только в России, но и в мире. Благодаря тому, что Талака — это очень гибкая система, она на самом деле никак не ограничивает заказчика в том, какие типы заданий на ней можно размещать. У нас есть очень много самых разных типов заданий для исполнителей. Но приведу несколько примеров, самых стандартных из них. Одна из наиболее частых задач, которые размещают самые разные заказчики, не только Яндекс, но и другие компании, это задачи, связанные с оценкой релевантности, которые потом используются для настройки алгоритмов информационного поиска. Это самые разные задачи, связанные с категоризацией объектов, для настройки разных классификаторов, для модерации контента. Это очень интересная группа задач, связанных с попарным сравнением, когда мы даем исполнителю два объекта и просим их сравнить и проголосовать за то, какой из объектов нравится им больше. Эти задания очень часто используются в задачах, связанных с дизайном и с UX-исследованиями. Это разного рода сегментации объектов прямоугольниками, полигонами, 3D-сегментация, которая используется для задач компьютерного зрения, беспилотников и многих других задач, связанных с компьютерным зрением. Это задачи для речевых технологий, такие как транскрибирование аудио или наговаривание каких-то специальных фраз. И это даже полевые задачи, когда заказчик просит исполнителя выйти на улицу и произвести какое-то действие в оффлайне. Это очень полезный функционал, который можно использовать для оцифровки информации в реальном мире. Например, для проверки рабочих часов организаций, о которых нет никакой информации в интернете. Ну, рассмотрим несколько примеров того, как это на самом деле работает. Того, как сложный и многоуровневый процесс разбивается на отдельные части, каждая из которых требует от исполнителя минимальных усилий. Например, классическая задача связана с модерацией. Модерация — это сейчас очень растущая область, потому что все хотят, чтобы интернет был чистым и безопасным местом, все хотят следить за своим контентом. Поэтому задачи модерации становятся все более и более актуальными. И практически во всех из них используется подход, который мы называем human in the loop, когда вначале работает какой-то автоматический классификатор, и если он выдает свой вердикт с необходимым уровнем достоверности, то именно он применяется как финальный вердикт модерации. И на такую автоматическую классификацию приходится, как правило, подавляющее большинство всех кейсов. 90% объектов модерируются автоматически. Но всегда остается длинный хвост сложных случаев, с которыми автоматика справиться не может, и в этом случае на помощь приходит крауд. После того, как классификатор выдал вердикт с низким уровнем конфиденса, такие задачи мы отправляем на проверку человеку. Как правило, не любым людям, а сначала из всего множества исполнителей отбираются те, которые прошли квалификацию и прошли специальное обучение на то, чтобы понимать принципы задания, именно связанного с модерацией, потому что у каждого типа модерации на самом деле есть своя специфика, которую нужно знать. И после этого один и тот же объект отдается на модерацию нескольким исполнителям, если их вердикт сходится, то уже именно их мнение отправляется и применяется как финальный вердикт модерации. В некоторых случаях даже этого недостаточно, и мнение нескольких исполнителей все равно не дает достоверного консенсуса относительно того, какой же вердикт стоит применить. Тогда опционально для таких суперсложных случаев применяется еще вторая линия модерации, которую можно таргетировать уже как раз на тех самых суперопытных и отобранных экспертов, до которых будет долетать буквально доли процентов всех случаев, потому что большинство модерируется с помощью автоматики и с помощью базового крауда. На самом деле, благодаря тому, что на платформе очень большое количество исполнителей, в каждый момент времени есть очень много людей, которые могут выполнить это задание, и поскольку оно достаточно просто само по себе, то на прохождение полного вот этого круга на самом деле уходит очень маленькое время, там буквально несколько минут для того, чтобы получить и ответ от автоматики, и потом прогнать эту всю историю через крауд. Или другой пример, когда нужно собирать, например, записи какой-нибудь фразы для того, чтобы потом тренировать какие-то алгоритмы, связанные с распознаванием и активацией голосовых помощников. Вот один из примеров, когда исполнители просят сказать фразу, и потом эти записи используют разработчики для своих задач. Здесь тоже применяется такой многоступенчатый подход, когда сначала одного исполнителя мы просим произнести нужную фразу, и потом для того, чтобы удостовериться, что фраза произнесена корректно, сказано именно то, что просил заказчик, эту записанную фразу отправляют одновременно нескольким другим талокерам прослушать, если они совпадают в своем вердикте, что да, фраза сказана именно та, которая была нужна, которая требовалась в инструкции, все четко и правильно, то тогда задание принимается, и исходный первый исполнитель получает оплату за это задание. Если нет, оно отклоняется и отправляется другому исполнителю, который захочет попытаться сам произнести эту фразу. Благодаря такому нехитрому конвейеру можно буквально за несколько часов собирать тысячи наговоренных фраз, потом использовать их для своих задач. Вообще, в выстраивании подобных пайплайнов на крауде важно отвечать на три главных вопроса. Это как правильно масштабировать эту историю, как обеспечить высокое качество на выходе из этого пайплайна, и как контролировать бюджет и не спустить все деньги на некачественные оценки. У нас на этой секции в Датафесте представлено несколько докладов от команды Талаки, и доклады моих коллег, ребят, будут как раз посвящены вторым двум вопросам. Контролю качества в крауде и основным ошибкам, которых стоит избегать при запуске проектов на крауде. А я бы хотела поговорить о вопросах масштабирования и о том, какие компетенции на самом деле нужны для того, чтобы грамотно и качественно выстраивать подобные пайплайны. Давайте поговорим про масштабирование. На самом деле это очень интересная и любопытная история, что даже в такой продвинутой области, как искусственный интеллект, на удивление, до сих пор даже крупные и достаточно продвинутые компании для разметки данных зачастую прибегают к таким организационным формам, как будто на дворе не 2020 год, а, не знаю, 1956-й, когда людей сажают в какие-то второсортные тесные офисы, где они вынуждены тратить часы своей жизни, выполняя рутинные задачи, не имея возможности выбирать задания, переключаться, отдыхать, когда им нужно. Можно найти много историй и свидетельствовать того, как люди страдают, вынуждены без остановки часами, например, сталкиваться с каким-то жестоким контентом в процессе модерации и другие истории, которые мы в команде Талаки убеждены, что это на самом деле позор, и так быть не должно, и нужно и можно организовывать задачи по разметке данных по-другому, так, чтобы это было одновременно и эффективно для заказчика, и более человечно и тоже эффективно для исполнителя. Поэтому мы исповедуем другую концепцию, когда мы считаем, что очень важно давать максимальную свободу исполнителю, что его никак не ограничивают в том, чтобы он выбирал из сотен доступных заданий, у него не было никаких требований к месту и времени выполнения заданий, он мог в любой момент отключиться, переключиться, если ему надоело одно задание, выбрать другое, если ему вообще надоело это делать, уйти, вернуться через месяц, через неделю, через год. Для нас это не так важно, потому что умная математика, которая работает под капотом всех этих процессов и зашита в наших инструментах, позволяет вычленить полезный сигнал даже из нерегулярных и минимальных усилий большого количества людей. На сегодняшний день в Талаке зарегистрировано больше 8 миллионов исполнителей. Из самых разных стран у нас всего представлено больше представителей больше 100 стран, но из тех, которые регулярно выполняют задания, у нас сейчас 37 разных стран. Наши исполнители говорят более чем на 40 языках, и они выполняют задания на разных платформах, и на десктопе, и на андроиде, и на iOS. И подобная мощь огромного количества исполнителей дает очень большие плюсы с точки зрения организации производственного процесса. Во-первых, потому что у вас так много людей, это значит, что и они все расположены где угодно в мире, во всем мире, это значит, что в каждый момент времени есть какие-то люди, которые готовы будут выполнить ваше задание. Это значит, что производственные процессы в Толоке бегут без остановки 24 на 7. Благодаря тому, что заданий на самом деле в системе очень много от разных заказчиков, можно не волноваться насчет масштабируемости. Если вдруг ваши объемы резко выросли, то у нас есть много людей, которые переключатся на ваше задание. Но если ваши объемы резко сократились, можно по этому поводу не переживать, потому что люди просто переключатся на задания других заказчиков. И, конечно, доступ к такому большому количеству людей, которые обладают разным жизненным опытом, разным бэкграундом, говорят на разных языках, живут в разных странах, позволяет заказчикам получать очень мощный дополнительный сигнал от того, что мы называем мудростью толпы. Потому что есть очень много заданий, в которых на самом деле очень полезно бывает именно обратиться к каким-то специальным знаниям отдельных людей. Благодаря тому, что у нас этих людей так много, и они такие разные, практически на каждую тему можно найти нужного тебе эксперта. Но нужно понимать, что это очень мощный инструмент, но он работает, когда выполняются два условия. с одной стороны, когда на уровне платформы заказчику доступны эффективные инструменты контроля качества. И в частности об этом будет один из докладов, который будет рассказывать Леша Друц. А во-вторых, когда заказчик умеет строить умные пайплайны, которые эффективно работают и устойчивы к ошибкам отдельных исполнителей. То есть с точки зрения сложности, с точки зрения менеджмента, с точки зрения организации производственного процесса, конечно, гораздо проще посадить людей в пыльный офис и ходить и заглядывать им в монитор и смотреть, что они делают. Но с точки зрения эффективности и потенциала, который можно получить, краудсорсинг несравненно более мощный инструмент. И на самом деле, работая уже много лет над этой темой и применяя методики краудсорсинга для решения самых разных задач, мы поняли несколько вещей. Во-первых, мы поняли, что на самом деле работа с краудом и построение эффективных процессов разметки на крауде это в чистом виде нетривиальная инженерная задача. Она требует от заказчика высокой квалификации и нужной компетенции. По сути, ведь что мы делаем? Мы берем большое количество исполнителей, от каждого из которых мы не требуем практически ничего. По сути, единственное требование жесткое, которое предъявляется к талокеру, это чтобы он был человеком, а не роботом. Это то, за чем мы очень сильно следим. Во всем остальном исполнителю дается полная свобода. Он может выполнять задания редко или часто, много или мало одних или других. Вообще, для нас это не так важно. Мы даем максимальную гибкость и требуем от человека минимальных усилий. По сути, мы используем мудрость толпы как такой своего рода новый вычислительный кластер, выстраивая автоматизированные многоуровневые пайплайны, состоящие из отдельных блоков, каждый из которых требует от человека минимального количества усилий, но собранные вместе эти блоки, когда они собраны в умный многоуровневый ступенчатый процесс, они позволяют нам решить исходную сложную задачу. Кроме того, наш опыт показал, что на самом деле этот подход является универсальным и принципы краудсорсинга в равной мере применимы к любым предметным областям, где в операционных процессах вовлечены люди. Поэтому по сути мы везде выстраиваем стандартную универсальную схему, где у нас есть такая пирамида, на вершине которой есть менеджер, который проектирует сложные и умные пайплайны, те самые производственные конвейеры. Дальше у нас есть небольшое число экспертов, которые очень хорошо и глубоко погружены в предметную область, и они обеспечивают эталонные оценки и какие-то пишут инструкции, дают какие-то обучающие примеры, которые дальше спускаются в крауд, который в свою очередь выполняет 99% всей разметки, и в некоторых случаях, где это применимо, дальше накопленные данные спускаются и используются как данные для обучения новых классификаторов. И наш опыт показывает, что, например, в Яндексе мы начали с того, что применяли эти схемы для разметки данных для машинного обучения, но сейчас мы пришли к тому, что одни и те же принципы у нас используются в самых разных предметных областях, в самых разных продуктах, отделах и направлениях. Это не только машинное обучение, это и задачи ручного тестирования и улучшения клиентского сервиса, и модерации, и задачи, связанные с HR, маркетингом, дизайном и многими-многими другими направлениями. И на самом деле за время нашей работы над не только над толокой как краудсорсинговой платформой, но и над внедрением принципов краудсорсинга в разные самые разные производственные процессы, мы поняли, что у нас выделяется новая отдельная профессия, ведь экспертиза работы с краудом, как мы уже поняли, универсально независима от предметной области, она может одинаково успешно применяться и для задач разметки данных для машинного обучения и для задач классификации отзывов пользователей и для задач ручного тестирования, потому что благодаря большому количеству исполнителей в крауде в тестировании мы получаем очень мощный буст за счет гигантского количества окружений и разных девайсов, на которых можно тестировать разные приложения. Кроме того, мы видим на примере не только разных команд Яндекса, но и на примере самых разных компаний вообще в отрасли, что в задачах ML-производства экспертиза работы с краудом и экспертиза выстраивания масштабируемых процессов разметки данных становится одной из ключевых компетенций для любой компании, которая всерьез занимается производством каких-то решений на базе машинного обучения. Это та экспертиза, которую на самом деле нельзя аутсорсить, а нужно и критически важно развивать внутри себя, потому что это, как мы говорили в самом начале, является одной из точек конкурентного преимущества в современном мире. И уже сейчас мы видим спрос на таких специалистов, которые умеют работать с краудом в широком смысле и умеют работать с толокой как платформой и инструментом и во многих командах Яндекса и во многих компаниях вообще на рынке. Кажется, что сейчас все самые продвинутые технологические компании уже являются заказчиками Таллоки и практически все из них задумываются о том, чтобы выстраивать у себя команды, которые бы отвечали за разметку данных на масштабе. По сути, работа с краудом превращается в новую самостоятельную профессию, ведь человек, который работает в этом направлении, должен сочетать в себе такие интересные разные компетенции. С одной стороны, он должен быть достаточно технически грамотным, понимать базовые принципы работы машинного обучения, разбираться в статистике, математике, которая лежит под капотом принципов контроля качества в крауде. При этом, это человек, который должен с эмпатией относиться к исполнителям, ведь Таллока — это открытый маркетплейс, где от того, насколько хорошее задание вы даете исполнителям, насколько хорошо вы к ним относитесь, очень сильно зависит спрос на ваше задание со стороны исполнителей, поэтому это тоже очень важная вещь, о которой важно помнить. Кроме того, этот человек должен понимать смысл бизнес-задачи, которую он решает, и уметь проектировать сложные, многоуровневые пайплайны и процессы. И это такая интересная комбинация навыков, которая встречается не у каждого специалиста, но, кажется, является очень интересным направлением для развития самых разных, для развития из какой-то текущей должности в таком направлении. Мы долго думали, как на самом деле, как называется эта профессия, и пришли к выводу, что по сути то, чем занимается такой человек, он выстраивает и проектирует сложные решения на базе крауда. Сложные решения, в которых инструментом решения этих задач является крауд. Поэтому нашу новую профессию мы назвали архитектор краудсорсинговых решений или краудсорсинговых решений, или сокращенно CSA. И на самом деле, если вы смотрите этот доклад, я всерьез рекомендую вам задуматься о том, может быть, вам стоит прокачать свои навыки именно в эту сторону, потому что область, связанная с разметкой данных, неизбежно будет расти, и спрос на таких специалистов будет расти тоже. Поэтому давайте поговорим о том, где на самом деле можно прокачать свою экспертизу в этом направлении. Во-первых, мы советуем вам посмотреть наш портал, посвященный науке работы с краудом, краудсайенс. Там есть очень много собрано материалов, на которые стоит ориентироваться. Во-вторых, можно посмотреть наши лекции на Ютубе, на которых собраны разные базовые обучающие материалы того, как правильно выстраивать процессы и работать с краудом. В-третьих, команда Талаки регулярно проводит туториалы на международных и российских конференциях и публикует статьи на топовых мировых конференциях. Можно за этим следить и тоже быть в курсе последних разработок и исследований в области работы с краудом. Кроме того, мы рекомендуем вам и приглашаем вас посетить наш воркшоп, который мы будем организовывать на главной АИ-конференции мира НИПС в 2020 году. Она будет проходить онлайн в декабре. Сейчас собираются заявки, можно поучаствовать, пожалуйста, приходите. Ну и кроме того, уже многие образовательные учреждения тоже разделяют наше понимание о том, что это навык и умение работать с разметкой данных является очень важным скиллом для любого ML-специалиста, поэтому наш курс включен уже в обучающие программы целого ряда университетов. Он читается в Вышке, в СПБГУ, в ИТМО, в ШАДе, в компьютер сайенс-центре в Питере. Тоже приходите, прослушивайте наши курсы там. Ну и кроме этого, команда Тулаки на самом деле подготовила набор материалов для корпоративного обучения, потому что мы видели это и на себе, на целом ряде команд внутри Яндекса и на большом количестве внешних команд, что для того, чтобы понять и за онбордиться в Тулаку и начать научиться эффективно ее использовать, требуется некоторая помощь с точки зрения погружения во всю эту тематику. Поэтому если вам или вашей компании это кажется интересным, команда Тулаки тоже проводит такие сессии корпоративного обучения, можно подать на нее заявку и мы на конкурсной основе будем отбирать те компании, которым мы сможем предоставить такое корпоративное обучение. На этом кажется все. Спасибо большое. Приходите к нам, пишите, задавайте вопросы, будем рады ответить.